Доброе утро Ульяновской, вся Ульяновская область. На телеканалах Репортер 73 и ОТР. Утро с репортером. Начните день вместе с нами, заряжаясь позитивом, энергией на весь день. Мы добрались уже до середины недели, на календаре 5 февраля. И сегодня замечательный день. День разукрашивания планов на будущее. Поэтому, составляя планы, собственно, на будущее, непременно раскрашивайте их. Так они будут ярче и реальнее. Радостных и разноцветных вам планов, особенно когда все вокруг бывает так серо и неясно. Ну а нашу студию украшает партнер программы «Салон, цветы и штучки». В студии сегодня Екатерина Терещенкова и Владимир Гаврилов. Мы начинаем. Репортер 73 в новом сезоне еще и на ОТР. Живи и смотри. Оперативные новости ежедневно. Эксклюзивные интервью и детальные расследования. Бодрое живое утро с гостями в студии и на площадках города. Подробности национальных проектов и их исполнения на местах. Курс на здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. В эфире и соцсетях. Конкурсы и удивительные открытия. Репортер 73 заглядывает в самые отдаленные села региона и рассказывает, как живут земляки. Вместе интересно постигать азы театральной грамоты и повышать уровень финансовой подготовки. Защищать экологию и права гражданина. Нам под силу трансляции концертов, соревнований, форумов и парадов. Репортер 73 в год Великой Победы читает письма памяти. Чтит героев нашей страны и любит свою малую родину. Репортер 73 в новом сезоне. Еще и на ОТН. Живи и смотри. Сегодня мы расскажем, как справиться со стрессом с помощью нехитрого комплекса упражнений. С гостем обсудим, как из любимого дела сделать бизнес. И наши юные коллеги подготовили очередную порцию новостей. Диспетчер аэропорта. Пожарный, летчик, полицейский, таксист, врач, шахтер, военнослужащий и предприниматель, а также учитель. Вот рейтинг самых стрессовых профессий 2019 года. Хорошо, что там наши нет профессии. Конечно, всем известно о негативном влиянии стресса на организм. Но есть в нем и такие, если это можно назвать, положительные свойства. Например, ученые предполагают, что существование стресса является частью эволюционного процесса, потому что он полезен для выживания. В частности, стресс временно улучшает работу мозга и повышает физическую работоспособность. И, кстати, смех понижает уровень гормонов стресса и укрепляет иммунную систему. Поэтому мы так любим посмеяться. Тема продолжилась, Оксана Галеева. Всем доброе утро! С вами Оксана Галеева, фитнес-диетолог, инструктор женской и детской йоги. Вся наша жизнь это движение, и каждый длинный путь начинается с самого короткого шага. Сегодня мы сделаем вместе шаг к здоровому образу жизни. В современном мире стресс нас окружает повсеместно. Эта реакция и на смерть, и на слезы практически одинаково реагирует наш организм. Когда мы просыпаемся, уровень гормона стресса, кортизол, он поднимается. Это и нормально, потому что нам нужны силы для того, чтобы встать, чтобы двигаться. Но в течение дня он должен оставаться на примерно ровном, адекватном уровне. И к вечеру потихонечку снижаться. Но не всегда, к сожалению, происходит так. Постоянно высокий уровень стресса не хорошо отражается и на нашей внешности, а также на здоровье. Людей, у которых есть либо лопочечковая усталость, либо, наоборот, высокий уровень стресса, можно узнать по внешнему виду. У них очень часто увеличен живот, увеличены бока. Я называю это спасательным кругом, который находится вокруг талии. А все это потому, что именно в этой области, в области животика и талии, находится в 4 раза больше клеток, которые чувствительны к уровню кортизола. Мы еще саму усугубляем часто такую, так скажем, ситуацию тем, что хотим успокоиться, снизить стресс, начинаем поедать булочки, начинаем поедать сладко. Я, как специалист по здоровью образу жизни, хочу вам дать несколько советов. Как минимизировать уровень гормона стресса? Ну, во-первых, дышите больше свежим воздухом, гуляйте, занимайтесь любимой физической деятельностью, теми видами тренировок, которые вам комфортно делать. Вечером старайтесь выключать яркий свет, чтобы он уже не раздражал наш организм. Исключайте из своего рассиона все жареные блюда, сильно соленые блюда, а также мучные. А в свободное время я желаю вам выполнять, находить время и выполнять мини-комплексы, которые будут прорабатывать верхнюю поясничную зону и уравновешивать вашу нервную систему. Итак, мы будем работать над активацией верхней поясничной зоны. Именно прорабатывая эту часть тела, мы будем благотворно влиять на зону надпочечников, а тем самым уравнивать уровень стресса, уровень гормона кортизола. Итак, мы садимся в удобное положение, мы прокатываемся на седачных костях и остаемся в положении проката вперед. Мы расслабляем плечи, проворачивая, опуская их вниз. Вытянутая шея, шейный отдел. Можно глазки закрыть и настроиться на дыхание. Спокойно дышим, прочувствуем свой вдох и выдох, делаем до 10 таких дыханий. Далее мы скрепляем ручки. На вдохе мы тянем вверх, раскрываем грудной отдел. И на выдохе ручки опускаем параллельно земле. Еще вдох и выдох. Можно делать от 5 до 10 таких дыханий. Растягиваем сторону правую, боковую, растягиваем левую. Совмещаем тоже дыхание с движением. И после небольшого разогрева и активации мы переходим к мини-комплексу. Как раз таки для проработки верхней поясничной зоны. Для этого мы встаем в позицию кошки. Ручки под плечевыми суставами. Колени на уровне таза. Мы делаем вдох. Кошка. Выходим в собаку морды вниз. Максимально тянем пяточки к полу. И смотрим на свой животик. Уходим в позицию планки параллельно полу. Можно колени подсогнуть и идти вниз. Либо уходим с прямыми руками. Насколько позволяет вам ваша сила. Остаемся в положении кобра. Ручки прижаты. Плечи от ушей. В этом положении мы работаем в динамике. Мы поднимаемся на вдохе. Опускаемся на выдохе. Здесь я вам посоветую не касаться руками коврика. Для того, чтобы вы специально себя не подтягивали за счет внешнего ручка. Поэтому вдох и выдох. Делаем 10 таких дыханий. И отталкиваясь руками от коврика, переходим в позицию собаки морды вниз. Растягиваемся. И можно подержать позицию планки. Этот мини-комплекс можно повторять несколько раз. Кобра в динамике 10 подъемов. Собака морды вниз 5 дыханий. И планка. Можете стоять около минуты. Я советую вам делать такой мини-комплекс. Возможно, вы будете добавлять большее количество повторов к ковре. Возможно, вы будете добавлять статическое напряжение. При поднятии держать несколько дыханий наверху, отрывая грудной отдел от коврика. И желаю вам хорошего дня. Курс на благоустройство. Ульяновская область не первый год принимает участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который включен в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2019-м два региональных проекта выиграли федеральные гранты на общую сумму 85 миллионов рублей. В итоге для жителей Сингелей на набережной реки Волга создан современный парк Тиждагладь, территория вокруг которого получит дальнейшее развитие. В Инзе реконструирован парк имени Горького. В этом году проекты благоустройства на конкурс подготовили Ново-Ульяновск, Барыш, Сурска и Корсун. Самая большая коллекция певчих птиц Ульяновской области собиралась на протяжении 15 лет. В итоге на разные голоса перекликается более 40 видов пернатых. Вы слышите, наверное, голоса этих птиц. Здесь стоит весной вообще гвал. Друг друга можно не услышать, потому что прибавился день, и птицы это почувствовали и начали петь свои весенние песни. Хозяин птичьей территории Александр Куликов скромничает. Потому слово руководителю натуралистического отдела. Владимир Белоусов знает каждый живой экспонат со всеми его особенностями. Вот здесь у нас живет очень интересный вид, который к нам залетает только лишь на зимовку из таежных районов. Это клёст еловик. У него клюв перекрещенный вот так вот, для того, чтобы удобно было доставать семена из шишек к еле. Вот они у нас бывают не каждый год. Когда не урожай в тайге еловых шишек, это европейский вид, вот европейский клёст. Вот. Они прилетают к нам, потому что у нас сейчас искусственных посадок ели очень много, и они питаются здесь. Также вольеры полнятся овсянками и щеглами, зеленушками и чижами. Вариантами классическими, но и не без экзотики. Розовый скворец типичен для Казахстана, а для Ульяновска – уником, подаренный любителями певчих. Презентом на станцию юных натуралистов попал и азиатский экземпляр – Урагус. Нашел пристанище и стал участником необычного брачного эксперимента. Урагус плюс канарейка – равно неизвестный доселе гибрид. Если, конечно, получится. Процесс довольно-таки долгий. Когда птицы попадают к нам, они попадают в один вольер, и в одном вольере живут, привыкают друг к другу. И уже весной они безбоязненно начинают заниматься гнездовыми делами. Спокойствие, чистая вода и качественный корм – залог брачных побед. Великий, оказывается, трудно кормить скворца. Кстати, вот мучные черви, они очень маленькие. Их трудно удержать, но, тем не менее, сейчас попробуем. Скворец. Готовься, сейчас будем кушать. Давай. Ну вот, вот, скворушка. Видишь, на пальчике у меня? Давай, хватай. Опа! Получилось. А вот этот заменитель через мясорубку прокручивается, смешивается все вместе, те компоненты. Добавляются витамины сюда, вот, те, которые необходимы. И витамин Д, и А, и все. Результативность доказана. Вот он, один из гибридов коноплянки и конорейки. Тот, что с белым хвостом. Удачные образцы либо остаются здесь, либо презентуются ценителям из регионов соседних. А для тех, кого смущают металлические прутья, здесь имеется весомый довод. В условиях неволи Чиш прожил 15 лет, тогда как в свободном полете продолжительность не превышает пяти. Слишком много рисков. А вот этот местный обитатель, Каркуша, она появилась на станции в сентябре. Взлететь не может, повреждено крыло. То ли кошки потрепали, то еще что случилось. Но и здесь ее не забывают, не бросают, подкармливают. Выживает как может. Владимир Белоусов в заботах о пернатых с детства. Школьником прибегал сюда, в юнатку. Затем получил специальность педагога-биолога. А после нескольких лет преподавания в Тагайской школе вернулся на станцию. Буквально две недели назад, 15 января, здесь на станции юных натуралистов отметили день зимующих птиц. Приходили дети с экскурсиями, интересующиеся взрослые. Ну а впереди всемирный день птиц. Он состоится 1 апреля и подготовка уже идет полным ходом. Ну а сейчас для того, чтобы пернатые пережили этот непростой сезон, можно элементарно помочь сделать кормушку, вынести на улицу и регулярно угощать птиц. Тогда весну гарантированно встретим пением и щебетом. Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Молодых специалистов поддержат дополнительно. В Ульяновской области уже доказал свою эффективность институт наставничества. Различные программы адаптации. Сегодня 73 регион работает над проектом закона о защите и поддержке молодых специалистов. В нем пропишут меры стимулирования и поддержки. Нормативно-правовой акт о защите и поддержке молодых специалистов в Ульяновской области планируют распространить на специалистов, принятых на работу в государственные и муниципальные организации. Помощь смогут получить граждане до 35 лет. Уже сейчас в документе закреплены такие меры, как возмещение части затрат за найм жилья и проезд к месту ежегодного отпуска. Также законодательно определят дополнительные требования к обустройству рабочего места молодых сотрудников, предусмотрят адаптационные программы и стажировки. В планах и выплаты молодым работникам, занявшим призовые места во всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства. Еще одной из значительной меры поддержки станет страхование сотрудника от потери работы. Эфир продолжит рубрика «Финлик без». Здравствуйте! Меня зовут Сайгушев Олег, я эксперт по финансовым рынкам. И в сегодняшней нашей передаче мы поговорим о таком способе накопления и приумножения капитала, как инвестирование в ценные бумаги. На сегодняшний момент этот инструмент в портфеле вкладчика, бывшего инвестора набирает все большую и большую популярность. Дело в том, что в нашей стране начала активно продвигаться программа финансовой грамотности, в ходе которой обычным гражданам рассказывается преимущество и возможности инвестирования в бизнес крупных и средних компаний, которые выпускают ценные бумаги и привлекают тем самым средства свободное население. В чем суть? Как это работает? По аналогии с любыми видами товаров и активов, которые продаются на рынках, вещевой, автомобильный, продуктовый, ценные бумаги – это тот же самый товар, который обращается на некоторых площадках, именуемых биржи. Это торговая площадка, которая сводит между собой производителей, это крупные компании, у которых есть устойчивый бизнес, который производит постребованную продукцию либо услуги, и покупатели. В понятии финансовых рынков – это держатели свободных денежных средств, население, компания и так далее. И вот эти производители выпускают вот эти ценные бумаги. Основные виды первичных ценных бумаг – это акции и облигации. В чем их разница и отличие? Это в том, что облигации – это долговая ценная бумага. Аналогично вкладу, приобретя облигацию, мы даем компании в долг. И компания обязуется нам фиксированный процент с определенной периодичностью за пользование нашими деньгами выплачивать. Акции – это уже возможность участвовать в распределении прибыли. Если компания прибыльная, по итогам периода определенного, общим собранием акционеров, принимается решение о выплате того или иного процента прибыли на дивиденды, то есть те же самые проценты инвесторам, которые являются держателем этих акций. То есть инвесторы, покупатели на рынке, да, и имитенты, это производители, встречаются на бирже. Биржа – это торговая площадка. В России это московская биржа, за рубежом это NASDAQ, Нью-Йоркская биржа. В каждой стране, в крупных финансовых центрах, Лондон, Нью-Йорк, Токио, есть эти торговые известные площадки. И задача биржи – свести имитентов и инвесторов. Делается это с помощью посредников финансовых, которые присутствуют на рынке. Брокеры, управляющие компании, банки, страховые компании, которые являются профессиональными участниками этого финансового рынка. Основная цель любого гражданина, используя в своем портфеле как инструмент накопления ценной бумаги, гораздо более эффективна, чем традиционных классических инструментов, таких как банковский депозит, наличность под подушкой, есть такая излюбленная тема наших граждан, вложение в недвижимость. Вот ценные бумаги дают возможность более гибко и оперативно и более доходно управлять своими накоплениями. Но, как мы знаем, где больше доход, там больше риска. И поэтому важно понимать, какие риски несет владение каждой из ценных бумаг и какие возможности стоят за этим. Об этом, обо всем мы подробно поговорим в наших следующих передачах. Спасибо за внимание. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Вот такие и аналогичные им сообщения разлетелись накануне по ульяновским соцсетям. Посты на грани паники. Смешно, но в самом Димитровграде их практически не было. А вот в областной столице писали и о караванных машин, спешно покидающих город, и о противогазах, розданных школьникам, о необходимости срочно скупать йод и красное вино. Между тем, официальная информация, распространенная НИАР, гласила, причин для беспокойства нет. День, вечер, ночь и утро прошли, ничего не изменилось. Обнаружено незначительное радиоактивное загрязнение снежного покрова, не превышающее 30 бета-частиц на сантиметр квадрат в минуту. Фон не изменился, как был от 0,07 до 0,14 микрозельта в час. Норма от 0,20 до 0,24 микрозельта в час. В тот же день, когда на снегу у НИАРа обнаружили радиоактивные элементы, персонал института развезли по домам, чтобы исключить разнос загрязнения по округе. Вчерашний день он не отличался по частоте этих вызовов. И увеличилось количество обращений с плохими погодными условиями в плане скользких дорог. То есть у нас были ДТП после ДТП обращения, падения были на территории, в том числе, там и в школе какой-то, не помню. А с той информацией, что проходило в соцсетях вчерашний день, клинической больницы достоверно не зафиксировали. Пока блогеры, некоторые СМИ и любители поохоть над непроверенной информацией соревновались, кто придумает подробности страшнее и сочнее, в Димитровграде, кроме НИАРа, проверялся уровень радиации во всех районах города. Загрязнение бета радионуклидами не зафиксировано. Была взята проба дважды снега, загрязнение не зафиксировано. Следует отметить, что ситуация носила локальный характер и была ограничена территорией промышленной площадки и никаким образом не могла повлиять и не повлияла на обстановку в городе Димитровграде, что подтверждается результатом радиационного контроля. К вечеру 4 февраля в Димитровграде и конкретно на НИАР принципиально ничего не изменилось. Загрязненный участок деактивирован, радиационного поражения, жертвы разрушений не зафиксировано. Порог заболеваемости превышен в полтора раза. А это больше 8 тысяч человек, а в основном это школьники. Министерством образования и науки Ульяновской области принято решение отправить учащихся на вынужденные каникулы аж на неделю. А праздники будут отменены аж до самой Масленицы, до 28 февраля. На ситуацию с повышенной заболеваемостью ОРВИ руководство области реагирует незамедлительно. Поручено усилить контроль за наличием лекарственных средств в лечебных учреждениях, а также за ценовой политикой аптек. Зная примерный возможный ход событий, пресекается самое гадкое – желание заработать на болезни других. И это только начало борьбы. Вчера действительно было решение принять карантинные мероприятия во всех общеобразовательных организациях Ульяновской области в связи с высоким порогом заболеваемости. У нас есть процент заболеваемости, при котором необходимо отменять занятия. Это более 20%. Мы переживаем о прохождении учебного материала, и все учителя дистанционно, у нас сейчас позволяют наши цифровые средства, дистанционно, с помощью электронного журнала, электронного дневника, мы главные темы обязательно пройдем. Занятия отменены с 1 по 11 класс, но дети без учебных заданий не останутся. Они будут получать их через систему «Сетевой город» и заниматься с учителями в дистанционном режиме. Медики, в свою очередь, тоже рекомендуют заниматься профилактическими мерами защиты, закаливанием, своевременной вакцинацией и простым проветриванием помещений. Все это работает. Уже сейчас в Ульяновской области зарегистрировано более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Пока карантин введен до 10 февраля. Плюсом в детских садах, вузах и СУЗах усилят противоэпидемические мероприятия. Это, конечно, дезинфекция, это проветривание, это бактерицидные лампы, которые есть в каждой образовательной организации. И та необходимая работа, которую считает нужным, провести каждой образовательной организации для того, чтобы вирус не распространялся. Показатель заболеваемости в области выше недельного эпид-порога для этого периода на 16%. У детей в возрасте от 7 до 14 лет на 13, от 15 и старше почти на 5. При снижении этого уровня занятия восстанавливаются. И так ожидаемые школьниками и нелюбимые их родителями и учителями каникулы прекращаются. Вперед к знаниям! Развивать индустрию – задача, которую огласил президент в своем послании. Добиться максимального развития в этой сфере считается невозможным, без благоприятной среды для предпринимательства. Именно поэтому первое, что предложили бизнесмены законодательному собранию региональному правительству – снизить количество налогообложений, в том числе не взимать налог на имущество от кадастровой стоимости от помещения меньше 500 квадратных метров. Сегодня в Ульяновске освобождены от налога только те предприниматели, чьи помещения меньше 150. В прошлом году выросли социальные взносы на малый бизнес существенным образом. Налог на добавочную стоимость вырос МДС прилично. Но люди справедливо задают вопрос, должны быть какие-то послабления по фискальной нагрузке по другим налогам. Оценщики добавили ложку дегтя в бочку меда. Квалификационные экзамены по их специальности напоминают с недавнего времени тестирование космонавтов. Многие вопросы лежат в нерабочей плоскости. Потому оценщики вышли с предложением пересмотреть наполнение экзамена или вовсе его отменить. Было бы гораздо более целесообразно, чтобы человек не сдавал вот этот, не зубрил эти вещи, не сдавал один и тот же фактический экзамен каждые три года. А, например, вести ежегодное повышение квалификации, чтобы он развивался, рос и, так скажем, двигался в своей профессии. Помимо проблем в профессиональных сферах, предприниматели обсудили и демографический вопрос. Выплаты за детей стимулируют бизнес, а львиная доля маткапитала уходит на приобретение жилья. Этот рынок показывает стабильный рост. Когда потребности удовлетворены, просыпается желание реализовать себя. И почему бы не в бизнесе? Мы знаем пирамиду Маслоу, и в любом случае базовые потребности должны быть закрыты. Вот когда эти базовые потребности закрыты у большего количества людей, мы большее количество людей сможем подтягивать к нам в ряды предпринимателей, чтобы они шли не трудоустраиваться, а сами обеспечивали себе заработок, а то и создавали другие рабочие места. Встречаться чаще, общаться ближе, слышать четче. Год молодых наложил свой отпечаток на работу в том числе и органов власти. Надо добавить слово, молодые. Давайте поэтому требовать так, что это тоже, пусть будет нашим с вами поручением, чтобы по-любому совещанию, которое мы проводим, мы проводим все делать неконечное совещание, обсуждение, встреч, чтобы обязательно выступали молодые люди. Подготовленные молодые специалисты сегодня – залог успешной работы завтра. Губернатор предложил ввести в министерствах должность замминистра по работе с персоналом. Функционал простой – поиск, отбор лучших кадров, использование и комбинация образовательных программ. Такой подход может выписать путевку в жизнь многим, действительно профессиональным молодым людям, которые готовы браться за самые амбициозные проекты. В каждом отраслевом министерстве теперь у нас будет один сетевой флагманский проект. То есть мы будем приходить к тому, чтобы это было у каждого. Например, сейчас мы понимаем, что у нас есть финансовая грамота, то есть в министерстве финансов, педагогическая проба в министерстве, образование и делаем так, чтобы это было везде. Молодые специалисты должны чувствовать свою значимость, понимать свою силу и принимать активное участие не только в жизни своих предприятий, но и отрасли в целом. В помощь запланированы на 2020-й молодежные отраслевые слеты. И главное, в год молодых все инициативы могут обрести реальные формы. Наша проектная команда «Года молодых» – она параллельная еще усиление этого года, что помимо существующего министерства молодежного, молодежного правительства, взрослого правительства, есть еще наше. Вот мы такие немножко вне системы, и поэтому можем себе позволить немножко какие-то интересные нестандартные приемы в этом году. Так, например, Дня молодежи в привычном формате в этом году не дождемся. Вместо традиционного праздника Ульяновск ждет Ночь молодых. А еще в июле пройдет тысячный молодежный форум, призванный объединить на своих площадках ульяновскую молодежь. Научить ее жить вместе, учиться вместе и строить совместные планы. Информации о собственнике земельного участка нет, значит снять с учета. Именно такую логику имеют события 2019 года. Буквально год назад с кадастрового учета сняли 14 тысяч земельных участков, так называемого раннего учета. Сразу началась рассылка более 30 тысяч запросов о наличии правоостанавливающих документов потенциальным собственникам. Кто-то успел откликнуться, а кто-то так и не оформил свою собственность. Земля, которая тогда не нашла своего владельца, сегодня принадлежит государству. Однако потенциальные собственники этих участков все еще могут претендовать на свои земли. Но только при наличии особых прав, ранее возникших. Это права на земельные участки, полученные до 2008 года. Например, право на собственность, право пожизненного наследуемого владения или право постоянного бессрочного пользования. Если право возникло ранее, просто не имеется сведений в государственном реестре недвижимости или в процессе этой работы мы получили информацию от органов местного управления, что права обладателя у этого земельного участка нет, то это можно сделать в любой период времени. 14 тысяч – цифра большая, а потому кадастровая палата рекомендует владельцам участков проверить, учтена ли их собственно в земельном реестре. В противном случае пишите заявление о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. К этому заявлению необходимо приложить право, удостоверяющий документ и заявление на регистрацию права. Максим Бажанов, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Год 1972-й. Не зима, как сейчас, напротив, жаркое лето. По Волге движется теплоход. Человек, находящийся в нем, с интересом вглядывается в Волжский косогор. Но времени на то, чтобы выйти и оглядеться, нет. Теплоход идет дальше. И только спустя 48 лет мужчина вновь оказывается в нашем городе и в дату магическую – 2.02.2020. Пермскому поэту Анатолию Гребневу ближе магия слова. Рифмоплёстом баловался с детства, но перешел в профессиональную лигу. Заочно закончил столичный литературный институт. Это, впрочем, образование второе. Первое куда практичнее. Медицина – это моя жена, а литература – любовница. Ну вот, по сути дела, так вот и есть. Потому что я независим от редактора, от его произвола, мало ли я. Я пишу и всю жизнь, я считаю, что писал, то, что у меня сильно на душе, как паха, вспахав десетину, ничего, ни ног, ни рук, расправился потевшую спину, закончив работу хирург. Хирург и терапевт, стоматолог и психиатр. Полвека насыщенные медицинской практики делают поэтическую отдушину максимально достоверной. Знание человека, его анатомических и душевных извилин – та самая глубина, постичь которую дано лишь избранным. Писать прозу и стихи одновременно невозможно. Надо определенная перестройка души, даже души и даже организма. Там же нужно сидеть. Я, с которым я не могу, в трамвае или где-то в автобусе, вот первая строчка появилась, или там страфа. Я знаю, что это вот настоящее, что я это с которым я допишу. А проза там надо сидеть и сидеть, сидеть, то есть иметь каменное основание. В Ульяновске поэт остановился у сокурсника Политинституту, известного литератора Николая Полотнянко. Встреча после долгой разлуки, хотя творческая нить не прерывалась. Полотнянко отправляет опусы в Пермь, тогда как Гребнев печатается в местных журналах. Кульминация сотрудничества – премия Благова, третья – межрегиональная, поэтическая. Анатолий Григорьевич в числе лауреатов отмечен в номинации «Волжская пристань». «За сборник их правоскопорения и боем сильнее и жизни, и смерти». Вот, вот, вот это мне нравится. Человек написал в 99-м году. В это время, значит, ему уже 40, сейчас сколько-то лет? 59 лет. 17 лет, как всегда. 59 лет, читает. «Я с порога в объятия бросаюсь, дверь на ключ, мы вдвоем, я и ты». «И возродить нам хватит силы, соединившись на краю из разросеянной России, Россию кровную свою». Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтаяров, Бахтияр Салтанов, репортер 73. «ЗДРАВУР НЕ СУШКА» Куры яйцами завалили. Будь подвижным, энергичным, с гелем-активист. Двигайся легко, свободно, с гелем-активист. С гелем-активист в активную жизнь. Глаза покраснели, инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. Замерзли и прогноз погоды не радует. Есть способ согреться. Спешите к мастерам меха. На шубной ярмарке от элитных фабрик Пятигорска вас обогреют современные модели из нежного каракуля, уютного мутона, роскошной норки. Каждой даме любой комплекции. Облегченный мех и идеальная посадка обеспечат комфорт. Ежегодное обновление коллекции, ассортимент мехов и фасонов пятигорских шуб известен далеко за пределами России. Спешите за теплом. Натуральный мех доступен по сезонным скидкам. Шубная ярмарка работает до 9 февраля. Новый город. Торговый центр «Велес», второй этаж с 9 до 19.00. Современная косметология ВС-класс клиник. Фотоэпиляция, увеличение губ, удаление родинок и бородавок, лазерное удаление пострадовых растяжек, шрамов и рубцов, инъекции красоты, маски, пилинги, процедуры по уходу за лицом и телом. Консультации врача-косметолога бесплатно. 44-69-69. ВС-класс клиник. Работаем ежедневно, без выходных. Телефон 44-69-69. Партнер прогноза погоды – многопрофильный медицинский центр «С-класс клиник». По данным сайта «Гесметио», 5 февраля в Ульяновске пасмурно. Возможен снег. Температура воздуха по области ночью – минус 4,8, днем от минус 2 до минус 6. В городе температура воздуха ночью – минус 3, минус 7, днем от минус 3 до минус 5 градусов. Ветер юго-западный – 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 737 миллиметров рототного столба. Современная косметология ВС-класс клиник. Фотоэпиляция, увеличение губ, удаление родинок и бородавок, лазерное удаление пострадовых растяжек, шрамов и рубцов, инъекции красоты, маски, пилинги, процедуры по уходу за лицом и телом. Консультации врача-косметолога бесплатно. 44-69-69. С-класс клиник. Работаем ежедневно, без выходных. Телефон 44-69-69. 2020-й объявлен в Ульяновской области годом молодых. Главная цель – создать в регионе особую, комфортную и доброжелательную к молодежи среду. Так, продолжится реализация регионального проекта о первом рабочем месте. В этом году планируется, что примут участие в ней 150 выпускников. Проект предусматривает дополнительные меры поддержки работодателей и трудоустроивших выпускников без опыта работы. В реализации проекта в прошлом году приняли участие четыре крупных региональных предприятия. Время передать слово нашим юным коллегам. В эфире новостята. В августе на А-А-А-А-А-А-А. Прошел традиционный день открытых дверей. На завод можно было попасть, только показав паспорт. Гостям показали легендарные самолеты Ан-124 «Руслан» и «Магенус». Ай, смотри, не могу. И пассажирский Ту-204. Также модернизированный тяжелый транспортник. Ил-75МД-90А для военных. В августе на Соборной площади состоялся благотворительный ночной велофест. В программе «Велофест», «Форт Боярд» и «Велопрогулка» по ночному Ульяновску и звуки живого исполнения. В программе «Велофест», «Форт Боярд» и «Велопрогулка» по ночному Ульяновску под живые звуки исполнения группы «Трио Рио». Малыши ждали соревнования и развлечения на детских площадках. В этом году прошел велофест... Доброил? Чего я? Велофест, сказала. В этом году прошел велофест поддержку 4-летнему Тимуру Мударисову, которому нужна операция. Велофесте... Можете повторить? Велофесте приняли участие более трехсот человек. В полной добровольцев было собрано 800 тысяч рублей. В августе в Ульяновске были съемки нового фильма. Он был полностью снят в нашем городе для телеканала ТВЦ. Двухсерийный кинофильм получил название «Правда». Это не первые съемки в нашем городе для телеканала... На телеканала. Это не первые съемки в нашем городе для телеканала. В прошлом году снимали четырехсерийный фильм на одно-две ложки. В прошлом году здесь снимали фильм из четырехсерий. Одна ложь на двоих. Также по заказу ТВЦ работа велась над фильмом «Выстрел в спину». Фестиваль «Цветочный джем» прошел в Москве уже в третий раз. Это международный конкурс... Какое там слово? Я забыла, я могу выводить, но я забыла самое слово. Ландшафт. Ландшафтного дизайна. Это международный конкурс ландшафтного дизайна. В этом году он развернул... Ой... В этом году он охватил шесть округов столицы, развернув представления на 58 площадках. Театральный фестиваль «Россия. Золотая маска» представил 24 постановки из разных городов. Выступление наших артистов состоялось в рамках гастрольного тура. Ульяновский театр «Кукол» выступил на фестивале с двумя... Круш... Ульяновский театр «Кукол» выступил на фестивале с двумя спектаклями для детей младшего возраста «Мама и я» и «Сюрприз». Ульяновский театр «Кукол» выступил на фестивале с двумя спектаклями для детей младшего возраста «Мама и я» и «Сюрприз». Комфорт, уют, практичность – вот основы любого интерьера, утверждают дизайнеры. Как добиться гармонии и преобразить пространство с помощью нескольких акцентов, расскажет Валерия Лобода. Доброе утро, дорогие телезрители! Я приветствую вас в рубрике «Тренды». И здесь мы с вами говорим о том, как привнести в нашу жизнь модных и красивых аксессуаров. Я нахожусь в большом строительном гипермаркете, чтобы рассказать вам, как сделать свою квартиру не просто модной, а еще и уютной, чтобы каждая деталь вашего интерьера отвечала всем модным тенденциям и веяниям. И, что немаловажно, чтобы все, что вы привносите в свой дом, все те изменения, которые происходят в вашем интерьере, положительно влияли на ваше эмоциональное состояние, а также еще не вышли из моды пару-тройку лет, как минимум. Поэтому слушайте внимательно, а лучше берите ручку и записывайте. Современные тенденции декорирования интерьера строятся на сочетании комфорта и уюта, а также практичности. Это тоже немаловажно. Соответственно, когда вы выбираете из огромного количества трендов, которые предлагают нам дизайнеры, и из огромного количества выбора строительных материалов, уделяйте внимание тому, что вам по тактильным ощущениям ближе, что вам визуально больше нравится. Потому что модный интерьер равно уютный интерьер. Это абсолютная истина 2019-2020 года. Хочу вас обрадовать, что модный в прошлом сезоне лофт и модный в прошлом сезоне скандинавский стиль все еще крепко держат свои позиции и не собираются их сдавать. Но мы точно знаем, что однотонные интерьеры и минималистичные интерьеры отходят на второй план. А также лофт по многим причинам очень сложно отнести к комфортному стилю для проживания. Но эти два стиля немного видоизменяются в сезоне 2019 и остаются тем самым на пике популярности и в 2020 году, и в 2021 году. Просто, когда мы говорим про скандинавский стиль, нам следует немного добавить мягких, приятных на ощупь тактильных материалов, чтобы добавить уюта и тепла в свою квартиру. Когда мы говорим про лофт, лофт это все-таки такой холодный достаточно стиль интерьера, нам следует его опять-таки сделать чуть мягче и чуть теплее. Это можно сделать с помощью использования тех или иных цветов или тех или иных материалов, о которых мы с вами и говорим в рубрике «Тренды». Дизайнеры в этом сезоне отдали свое предпочтение трем фаворитам. Итак, три модных стиля, которые будут актуальны в сезоне 2019 и 2020. Какие, спросите вы меня, я вам с легкостью отвечу. Первое – это скандинавский стиль для любителей минимализма и светлых просторных интерьеров. Второе – это mid-century стиль. Прекрасный, красивый, очень уютный стиль середины 20 века с легкой ноткой шика. И, конечно же, бохо-шик. Прекрасный выбор для творческих натур. В бохо-шик вы можете сочетать вещи из абсолютно разных стилей и оставаться в тренде. Чтобы ваша квартира была всегда уютной и всегда отвечала последним тенденциям моды, смотрите нашу рубрику. Я с вами прощаюсь до завтра. Хорошего вам дня! Доброе утро! И мы продолжаем, Володя, вот по себе знаю, поделюсь личным опытом, что когда молодая мама оказывается в декрете, то ей очень хочется заняться каким-нибудь делом. Ну вот скучно ей с малышом. А молодому папе? А молодой папа зарабатывает деньги в этот момент, ходит на работу после бессонных ночей. И вот мамы увлекаются чем-то, а потом из этого чего-то может вырасти целый бизнес. И как сделать из этого бизнес у нас в регионе? Есть люди, которые подсказывают, направляют и обучают. И сегодня у нас в гостях Елена Владимировна Гусева, руководитель Центра инноваций и социальной сферы Ульяновской области. Доброе утро, Елена! Доброе утро! Доброе утро! Ну, угу! Что? Так, начинай, начинай. Все мне на себя одеяло тянуть! В чем секрет бодрого, позитивного и веселого утра? Нужно выспаться. И нужно быть открытым новому дню. Нужно быть довольным, что он есть, что он настал. И не терять времени и как можно продуктивнее его провести. Я вот думаю, что сегодняшний день будет продуктивным, хотя бы потому, что я пришла к вам сюда. Спасибо. Елена, ну вот расскажите, начинали, вы ведь начинали работать с мамами, которые горели своим делом и своего хобби, сделали бизнес. И таких мам, примеров, много. Да, да, да. Мы еще в 2016 году запустили региональный образовательный проект «Бизнес-мама». А потом в Ульяновск пришел федеральный образовательный проект, который называется «Мама-предприниматель». И мы провели уже семь потоков. Уху! Семь потоков, да. Это уже больше двухсот женщин. Конечно, не каждая из них стала предпринимательницей, но у нас такие очень хорошие, опять же, позитивные итоги. Но ведь это не означает, что, вот как вы сказали, женщина в любом случае станет предпринимателем. В крайнем случае она же получит определенный багаж знаний и навыков, которые потом может применять на практике. Она получит определенный багаж знаний и навыков, она получит новые знакомства, в том числе и в предпринимательской среде, то, что очень важно, потому что есть такие примеры очень хорошие, которые заряжают, которые заражают. И, да, она получит... У нас хэштег такой есть, возможно, все. Да, то есть она поймет, что она сможет, что она сможет, если она этого захочет, если она примет такое решение. А решение может быть принято через год, через два. У нас есть примеры, когда участницы самой первой мамы предпринимателя только вот недавно официально зарегистрировались и стали предпринимательницами. Все это время они думали, созревали, советовались, какие-то свои процессы деловые налаживали. И вот такой вот итог. А как проходит это обучение? Это длительное, это растянутое, это дорогостоящее или абсолютно безвозмездное? Для женщин это бесплатно. Это интенсив пятидневный. То есть женщина должна быть готова отпроситься... На неделю. На неделю у супруга, да, решить вопросы с детками. И пять дней с утра до вечера прям погрузиться. Это нелегко. Это нелегко, потому что из декрета, да, где совершенно другая обстановка, где больше бытового, да, такого жизненного. Слышать слова «точка безубыточности», «горизонты расчета». Понимаете? И это нелегко, но наши девчонки, вот они молодцы. Да, то есть, ну, мы, конечно, с ними работаем. Говорим, что это нужно, девочки. Это нужно прежде всего вам. И пятый день — это день презентации. То есть это идея... Вот человек приходит просто с идеей. Вижу варежки. Ну, образно выражаясь. И в пятый день экспертная комиссия видит уже презентацию на экране. Как я вяжу эти варежки? Сколько их себестоимость? Куда я их дену? Какие каналы продвижения и продаж? И цифры. Цифры. То есть это такой, получается, лайтовый бизнес-план. Но над которым еще потом надо работать. Конечно. Его нужно дорабатывать, докручивать. Но это за дел. Когда я говорю, что я просто вяжу варежки, я просто вяжу варежки. Когда я их вяжу, чтобы их продавать и понимать, во сколько мне обходится эта пара варежек, и сколько я на ней могу заработать, это уже о бизнесе. Здорово, здорово. Но сейчас мамочек вы аккуратно передали. Ну, вы ими тоже продолжаете заниматься, но уже не так активно. 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 А, как же активно. Я являюсь одним из координаторов проекта «Мама-предприниматель» на территории Ульянской области. А пока не ушли от этой темы далеко, следующий интенсив когда будет? В мае. В мае. Что для этого надо, чтобы прийти? Что должны мамы... Как заявить о себе? Будет, соответственно, будет везде много анонсов, информации. Достаточно будет заполнить регистрационную форму, она очень простая. Либо позвонить по телефону и заявить о своем желании участвовать в этом проекте. Бывает так. Это для меня лично, для нас каждый раз это такая достаточно тяжелая ситуация. Когда заявок 100, а в группе 35 человек максимально может быть. И нам приходится по критериям, по каким-то отсеивать народ. Это нелегко. Мне хочется взять всех. Но группа максимально может быть 35 человек. Основное условие – это наличие бизнес-идей. Идеи для бизнеса, либо какого-то хобби, которое хочется монетизировать. Потому что просто так сидеть пять дней и слушать – это история не об этом. И это совместный труд. И нужна идея, которую женщина просчитывает, либо отказывается от нее, что тоже является результатом. Человек понял, что это не имеет перспективы, либо вообще это проект такой – это жизнь. У нас бывает, что девчонки в четвертый день меняют идею. У нас даже поговорка такая – у тебя вся ночь впереди. То есть они начинают звонить и говорят, Лена, можно я вот завтра с другой идеей? Да можно, конечно. Это твоя жизнь, твой бизнес. Но у тебя должна быть презентация, у тебя должны быть расчеты. А что мне делать? Ночь впереди. Дети помогут, если это уже, допустим, подростки, которые лучше нас уже в компьютере, в каких-то программах. То есть это вот так. Это вот так. Ну, это интересно. Это удивительный проект. Я могу об этом говорить до утра, потому что женщины, имеющие детей, с которых никто не снимает домашних обязанностей, да, вот, они еще здесь успевают. Тумасы эти. Да. Вот, так скажем, вот эти ваши ученицы, они рассказывают, там, мужья помогают, мужья поддерживают, потому что, наверное, такой немаловажный аспект. Это очень важно. Когда в семье поддерживают, они относятся к тому, что ты там опять придумала. Да. Не-не-не-не. Ну, сам факт участия женщины вот в пятидневном проекте, он уже, как бы, да, семья проявляет добрую волю, помогает с детками, отпускает на пять дней с утра до вечера. Причем девчонки приходят в занятия вот с такой головой, да, то есть... Точно уже не до домашних дел. Они перегружены, они перегружены информацией, им нужно все это в голове раскладывать по полочкам. Конечно, поддержка семьи и мужа, это очень важно. Ну, бывает такое, что мужчины так к этому относятся. Ну, баловство, ладно, давай, развлекись, да, сходи. А бывают такие моменты, когда, ну вот, допустим, победительница пятой мамы Алены Петраускас, она как раз начала вязать, находясь в декрете со вторым ребенком. И, ну вот, такая история, вяжет, причем она организовала процесс, привлекла она домников, такая она вот, девушка бизнесовая. Муж пришел вечером домой, она сидит, вяжет, он ей говорит, ну ты еще вязальную машинку купи. Такая, о! То есть, да, он ее поддержал, он ее поддержал. Класс. Да, и сейчас у нее авторское ателье Алена Петраускас. Она вяжет вещи руками на машинке, и она организовала производственный процесс, она привлекла других людей, сотрудников. Вот так вот, не только вяжут бабушки, и, наверное, муж теперь-то точно гордится. Вот здорово. Бабушки, это вообще такой резерв. Бабушки, это, у меня же еще проект серебряный бизнес есть. Так. Там у нас учились люди возраста 50 плюс. Там были у нас и женщины, и мужчины, но, конечно, больше женщин, мы более активны. Да, нас проще из дома вытащить, нас. Вот, и... Ну, тут сила в формировании, знаете, вот предпринимательского и околопредпринимательского сообщества. Потому что люди обмениваются идеями, люди находят друг друга, создают какие-то союзы такие, предпринимательские, коллаборации, если это, допустим, фэшн-бизнес какой-то такой творческий. И представители серебряного бизнеса, они, как сказать, тоже вот у них такие идеи, например, сайт по подбору попутчиков для путешествий. Ух ты, здорово! Это пожилой человек вот это делает, понимаете? Это делает пожилой человек. Это его идея, это его сайт, и он идет по этому пути. Поэтому тут нужно просто работать, не останавливаться. Мамы, бабушки и дедушки, и все подряд. Ну, а вот такой сайт по подбору, так скажем, сопутешественников, это же, опять-таки, момент такой социализации взрослого человека. Конечно. То есть это уже, можно сказать, социальный проект? Да. Социальный, да, социальный. А это уже, получается, другой уровень? Вот я о чем и говорю. Когда ты работаешь с людьми, и когда ты действительно этого хочешь, когда тебе это нравится, когда ты в теме, вот я вижу просто космические вещи каждый день. Я их наблюдаю каждый день. Это все в Ульяновске. А вот серебряный бизнес проект действующий, то есть сейчас продолжается? Мы запустили его в 2019 году, и мы будем продолжать в 2020. Очень-очень скоро я тоже буду анонсировать новый набор. То есть нам вот это все нужно развести по времени, да, потому что и я задействована, и тренеры задействованы. И таким образом у нас, ну вот, у нас очень много в корпорации развития промышленности предпринимательства, и в «Опоре» очень много проектов, которые охватывают, ну если так вот таким формальным языком выражаться, которые охватывают все возрастные группы. Лига школьного предпринимательства, Лига студенческого предпринимательства наши ребята опоровские тоже делают. И вот те проекты, которые курирую я, это «Серебряный бизнес», «Академия женского бизнеса» и «Мама предприниматель». Про «Академию женского бизнеса» хочу сказать, и это уникальный проект, мы его запустили в 2019 году, и этот проект наряду с «Серебряным бизнесом» и «Пара предпринимательства» — это больше, чем спорт. Проект тоже «Опоры России» делает Анвер Бельхеев, и там люди с особыми потребностями, люди особые, да, они тоже предприниматели. Так вот, значит, три наших проекта одобрены Министерством экономического развития Российской Федерации и рекомендованы к тиражированию по стране. А проект «Академия женского бизнеса» — это 22 муниципалитета. Мы в прошлом году объехали 22 муниципалитета, в некоторых мы жили, те отдаленные районы, допустим, Павловский, Николаевский, Старокулаткинский, чтобы туда-сюда не ездить, время на дорогу не тратить. И это женский бизнес в районах нашей области. Им еще тяжелее, чем городским женщинам, потому что там совершенно другая картина сбыта, там совершенно другая картина продвижения. Если мы говорим о розничных магазинах, то это конкуренция с сетями, которая в большинстве случаев проигрывается, да, и нужно что-то все время придумывать, нужно как-то все время выкручиваться. И мы с февраля снова стартуем с проектом «Академия женского бизнеса» по муниципалитетам Ульяновской области. Ну что ж, вам пожелаем только успехов во всех начинаниях. Я напомню, сегодня в гостях была Елена Владимировна Гусева, руководитель Центра инноваций социальной сферы Ульяновской области. Спасибо за интересную беседу. А мы продолжаем. Диспетчер аэропорта, пожарный, летчик, полицейский, таксист, врач, шахтер, военнослужащий и предприниматель, а также учитель. Вот рейтинг самых стрессовых профессий 2019 года. Хорошо, что там в нашей нет профессии. Конечно, всем известно о негативном влиянии стресса на организм, но есть в нем и такие, если это можно назвать, положительные свойства. Например, ученые предполагают, что существование стресса является частью эволюционного процесса, потому что он полезен для выживания. В частности, стресс временно улучшает работу мозга и повышает физическую работоспособность. И, кстати, смех понижает уровень гормонов стресса и укрепляет иммунную систему, поэтому мы так любим посмеяться. Тема продолжит, с Оксана Галеева. Всем доброе утро! С вами Оксана Галеева, фитнес-диетолог, инструктор женской и детской йоги. Вся наша жизнь – это движение, и каждый длинный путь начинается с самого короткого шага. Сегодня мы сделаем вместе шаг к здоровому образу жизни. В современном мире стресс нас окружает повсеместно. Это реакция и на смех, и на слезы. Практически одинаково реагирует наш организм. Когда мы просыпаемся, уровень гормона стресса, кортизол, он поднимается. Это и нормально, потому что нам нужны силы для того, чтобы встать, чтобы двигаться. Но в течение дня он должен оставаться на примерно ровном, адекватном уровне. И к вечеру потихонечку снижаться. Но не всегда, к сожалению, происходит так. Постоянно высокий уровень стресса не хорошо отражается и на нашей внешности, а также на здоровье. Людей, у которых есть либо лопочечковая усталость, либо, наоборот, высокий уровень стресса, можно узнать по внешнему виду. У них очень часто увеличен живот, увеличены бока. Я называю это спасательным кругом, который находится вокруг талии. А все это потому, что именно в этой области, в области животика и талии, находится в 4 раза больше клеток, которые чувствительны к уровню кортизола. Мы еще сами усугубляем часто такую, так скажем, ситуацию тем, что хотим успокоиться, снизить стресс, начинаем поедать булочки, начинаем поедать сладко. Я же, как специалист по здоровью образу жизни, хочу вам дать несколько советов. Как минимизировать уровень гармонии стресса? Ну, во-первых, дышите больше свежим воздухом, гуляйте, занимайтесь любимой физической деятельностью, теми видами тренировок, которые вам комфортно делать. Вечером старайтесь выключать яркий свет, чтобы он уже не раздражал наш организм. Исключайте из своего рациона все жареные блюда, сильно соленые блюда, а также мучные. А в свободное время я желаю вам выполнять, находить время и выполнять мини-комплексы, которые будут прорабатывать верхнюю поясничную зону и уравновешивать вашу нервную систему. Итак, мы будем работать над активацией верхней поясничной зоны. Именно прорабатывая эту часть тела, мы будем благотворно влиять на зону надпочечников, а тем самым уравнивать уровень стресса, уровень гормона кортизола. Итак, мы садимся в удобное положение. Мы прокатываемся на седачных костях и остаемся в положении проката вперед. Мы расслабляем плечи, проворачивая, опуская их вниз. Вытянутая шея, шейный отдел. Можно глазки закрыть и настроиться на дыхание. Спокойно дышим, прочувствуем свой вдох и выдох. Делаем до 10 таких дыханий. Далее мы скрепляем ручки. На вдохе мы тянем вверх, раскрывая грудной отдел. И на выдохе ручки опускаем параллельно земле. Еще вдох и выдох. Можно делать от 5 до 10 таких дыханий. Растягиваем сторону правую, боковую. Растягиваем вверх. Совмещаем тоже дыхание с движением. И после небольшого разогрева и активации мы переходим к мини-комплексу. Как раз таки для проработки верхней поясничной зоны. Для этого мы встаем в позицию кошки, ручки под плечевыми суставами, колени на уровне таза. Мы делаем вдох. Кошка. Выходим в собаку морды вниз. Максимально тянем пяточки к полу. И смотрим на свой животик. Уходим в позицию планки параллельно полу. Можно колени подсогнуть, идти вниз. Либо уходим с прямыми руками, насколько позволяет вам ваша сила. Остаемся в положении кобра. Ручки прижаты, плечи от ушей. В этом положении мы работаем в динамике. Мы поднимаемся на вдохе, опускаемся на выдохе. Здесь я вам посоветую не касаться руками коврика, для того, чтобы вы специально себя не подтягивали за счет внешнего ручка. Поэтому вдох и выдох. Делаем 10 таких вдыханий. И отталкиваясь руками от коврика, переходим в позицию собаки морды вниз. Растягиваемся. И можно поддержать позицию планки. Этот мини-комплекс можно повторять несколько раз. Кобра в динамике 10 подъемов. Собака морды вниз 5 дыханий. И планка. Можете стоять около минуты. Я советую вам делать такой мини-комплекс. Возможно, вы будете добавлять большее количество повторов кобре. Возможно, вы будете добавлять статическое напряжение при поднятии, держать несколько дыханий наверху, отрывая грудной отдел от коврика. И желаю вам хорошего дня. Курс на благоустройство. Ульяновская область не первый год принимает участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Который включен в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2019-м два региональных проекта выиграли федеральные гранты на общую сумму 85 миллионов рублей. В итоге для жителей Сингелей на набережной реки Волга создан современный парк Тиждагладь, территория вокруг которого получит дальнейшее развитие. В Инзе реконструирован парк имени Горького. В этом году проекты благоустройства на конкурс подготовили Новоульяновск, Барыш, Сурска и Корсун. Самая большая коллекция певчих птиц Ульяновской области собиралась на протяжении 15 лет. В итоге на разные голоса перекликается более 40 видов пернатых. Вы слышите, наверное, голоса этих птиц. Здесь стоит весной вообще гвал. Друг друга можно не услышать, потому что прибавился день и птицы это почувствовали и начали петь свои весенние песни. Хозяин птичьей территории Александр Куликов скромничает. Потому слово руководителю натуралистического отдела. Владимир Белоусов знает каждый живой экспонат со всеми его особенностями. Вот здесь у нас живет очень интересный вид, который к нам залетает только лишь на зимовку из таежных районов. Это клёст еловик. У него клюв перекрещенный вот так вот для того, чтобы удобно было доставать семена из шишек к еле. Вот они у нас бывают не каждый год, когда не урожай в тайге пиловых шишек. Это европейский вид, вот европейский клёст. Вот. Они прилетают к нам, потому что у нас сейчас искусственных посадок ели очень много и они питаются здесь. Также вольеры полнятся овсянками и щеглами, зеленушками и чижами. Вариантами классическими, но и не без экзотики. Розовый скворец типичен для Казахстана, а для Ульяновска – уником, подаренный любителями певчих. Презентом на станцию юных натуралистов попал и азиатский экземпляр – Урагус. Нашел пристанище и стал участником необычного брачного эксперимента. Урагус плюс канарейка – равно неизвестный доселе гибрид. Если, конечно, получится. Процесс довольно-таки долгий. Когда птицы попадают к нам, они попадают в один вольер и в одном вольере живут, привыкают друг к другу. И уже весной они безбоязненно начинают заниматься гнездовыми делами. Спокойствие, чистая вода и качественный корм – залог брачных побед. Великий, оказывается, трудно кормить скворца. Кстати, вот мучные черви, они очень маленькие. Их трудно удержать. Но, тем не менее, сейчас попробуем скворец. Готовься, сейчас будем кушать. Давай. Ну вот, вот, скворушка. Идишь на пальчики у меня? Давай, хватай. Опа! Получилось. А вот этот заменитель через мясорубку прокручивается, смешивается все вместе, все компоненты. Добавляются витамины сюда, вот, те, которые необходимы. И витамин D, и А, и все. Результативность доказана. Вот он, один из гибридов коноплянки и конорейки. Тот, что с белым хвостом. Удачные образцы либо остаются здесь, либо презентуются ценителям из регионов соседних. А для тех, кого смущают металлические прутья, здесь имеется весомый довод. В условиях неволи Чиж прожил 15 лет, тогда как в свободном полете продолжительность не превышает пяти. Слишком много рисков. А вот этот местный обитатель, Каркуша, она появилась на станции в сентябре. Взлететь не может, повреждено крыло. То ли кошки потрепали, то еще что случилось. Но и здесь ее не забывают, не бросают, подкармливают. Выживает как может. Владимир Белоусов в заботах о пернатых с детства. Школьником прибегал сюда, в юнатку. Затем получил специальность педагога-биолога. А после нескольких лет преподавания в Тагайской школе вернулся на станцию. Буквально две недели назад, 15 января, здесь на станции юных натуралистов отметили день зимующих птиц. Приходили дети с экскурсиями, интересующиеся взрослые. Ну а впереди всемирный день птиц. Он состоится 1 апреля, и подготовка уже идет полным ходом. Ну а сейчас, для того, чтобы пернатые пережили этот непростой сезон, можно элементарно помочь сделать кормушку, вынести на улицу и регулярно угощать птиц. Тогда весну гарантированно встретим пением и щебетом. Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Молодых специалистов поддержат дополнительно. В Ульяновской области уже доказал свою эффективность институт наставничества. Различные программы адаптации. Сегодня 73 регион работает над проектом закона о защите и поддержке молодых специалистов. В нем пропишут меры стимулирования и поддержки. Нормативно-правовой акт о защите и поддержке молодых специалистов Ульяновской области планируют распространить на специалистов, принятых на работу в государственные и муниципальные организации. Помощь смогут получить граждане до 35 лет. Уже сейчас в документе закреплены такие меры, как возмещение части затрат за найм жилья и проезд к месту ежегодного отпуска. Также законодательно определят дополнительные требования к обустройству рабочего места молодых сотрудников, предусмотрят адаптационные программы и стажировки. В планах и выплаты молодым работникам, занявшим призовые места во всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства. Еще одной из значительной меры поддержки станет страхование сотрудника от потери работы. Эфир продолжит рубрика «Финлик без». Здравствуйте! Меня зовут Сайгушев Олег, я эксперт по финансовым рынкам. И в сегодняшней нашей передаче мы поговорим о таком способе накопления и приумножения капитала, как инвестирование в ценные бумаги. На сегодняшний момент этот инструмент в портфеле вкладчика, бывшего инвестора, набирает все большую и большую популярность. Дело в том, что в нашей стране начала активно продвигаться программа финансовой грамотности, в ходе которой обычным гражданам рассказывается преимущество и возможности инвестирования в бизнес крупных и средних компаний, которые выпускают ценные бумаги и привлекают тем самым средства свободное население. В чем суть? Как это работает? По аналогии с любыми видами товаров и активов, которые продаются на рынках, вещевой, автомобильный, продуктовый, ценные бумаги – это тот же самый товар, который обращается на некоторых площадках, именуемых биржей. Это торговая площадка, которая сводит между собой производителей – это крупные компании, у которых есть устойчивый бизнес, который производит востребованную продукцию либо услуги, и покупателей. В понятии финансовых рынков – это держатели свободных денежных средств, население, компании и так далее. И вот эти производители выпускают вот эти ценные бумаги. Основные виды первичных ценных бумаг – это акции и облигации. В чем их разница и отличие? Это в том, что акт облигации – это долговая ценная бумага. Аналогично вкладу, приобретя облигацию, мы даем компании в долг. И компания обязуется нам фиксированный процент с определенной периодичностью за пользование нашими деньгами выплачивать. Акции – это уже возможность участвовать в распределении прибыли. Если компания прибыльная, по итогам периода определенного общим собранием акционеров принимается решение о выплате того или иного процента прибыли на дивиденды, то есть те же самые проценты, инвесторам, которые являются держателем этих акций. То есть инвесторы, покупатели на рынке, и имитенты – это производители, встречаются на бирже. Биржа – это торговая площадка. В России – это московская биржа, за рубежом – это NASDAQ, Нью-Йоркская биржа. В каждой стране, в крупных финансовых центрах – Лондон, Нью-Йорк, Токио – есть эти торговые известные площадки. И задача биржи – свести имитентов и инвесторов. Делается это с помощью посредников финансовых, которые присутствуют на рынке. Брокеры, управляющие компании, банки, страховые компании, которые являются профессиональными участниками этого финансового рынка. Что основная цель любого гражданина, используя в своем портфеле как инструмент накопления ценной бумаги, гораздо более эффективны, чем традиционных классических инструментов, таких как банковский депозит, наличность под подушкой – есть такая излюбленная тема наших граждан, вложение в недвижимость. Вот ценные бумаги дают возможность более гибко и оперативно, и более доходно управлять своими накоплениями. Но, как мы знаем, где больше доход, там больше риска. И поэтому важно понимать, какие риски несет владение каждой из ценных бумаг, и какие возможности стоят за этим. Об этом, обо всем мы подробно поговорим в наших следующих передачах. Спасибо за внимание. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Вот такие и аналогичные им сообщения разлетелись накануне по ульяновским соцсетям. Посты на грани паники. Смешно, но в самом Димитровграде их практически не было. А вот в областной столице писали и о караванных машин, спешно покидающих город, и о противогазах, розданных школьникам, о необходимости срочно скупать йод и красное вино. Между тем, официальная информация распространенная НИАР гласила, причин для беспокойства нет. День, вечер, ночь и утро прошли, ничего не изменилось. Обнаружено незначительное радиоактивное загрязнение снежного покрова, не превышающее 30 бета-частиц на сантиметрах в квадратах в минуту. Фон изменился, как был от 0,07 до 0,14 микродиэрта в час. Норма от 0,20 до 0,24 микродиэрта в час. В тот же день, когда на снегу у НИАРа обнаружили радиоактивные элементы, персонал института развезли по домам, чтобы исключить разнос загрязнения по округе. Вчерашний день он не отличался по частоте этих вызовов. И увеличилось количество обращений с плохими погодными условиями в плане скользких дорог. То есть у нас было ДТП после ДТП обращения, падения были на территории, в том числе, я там и в школе какой-то, не помню. А с той информацией, что проходило в соцсетях вчерашний день, клиническая больница достоверно не зафиксировалась. Пока блогеры, некоторые СМИ и любители поохоть над непроверенной информацией соревновались, кто придумает подробности страшнее и сочнее, в Димитровграде, кроме Ниара, проверялся уровень радиации во всех районах города. Загрязнение бета радионуклидами не зафиксировано. Была взята проба дважды снега, загрязнение не зафиксировано. Следует отметить, что ситуация носила локальный характер и была ограничена территорией промышленной площадки и никаким образом не могла повлиять и не повлияла на обстановку в городе Димитровграде, что подтверждается результатом радиационного контроля. К вечеру 4 февраля в Димитровграде и конкретно на Ниар принципиально ничего не изменилось. Загрязненный участок деактивирован, радиационного поражения жертв и разрушений не зафиксировано. Порог заболеваемости превышен в полтора раза. А это больше 8 тысяч человек, а в основном это школьники. Министерством образования и науки Ульяновской области принято решение отправить учащихся на вынужденные каникулы аж на неделю. А праздники будут отменены аж до самой Масленицы, до 28 февраля. На ситуацию с повышенной заболеваемостью ОРВИ руководство области реагирует незамедлительно. Поручено усилить контроль за наличием лекарственных средств в лечебных учреждениях, а также за ценовой политикой аптек. Зная примерный возможный ход событий, пресекается самое гадкое. Желание заработать на болезни других. И это только начало борьбы. Вчера действительно было решение принять карантинные мероприятия во всех общеобразовательных организациях Ульяновской области в связи с высоким порогом заболеваемости. У нас есть процент заболеваемости, при котором необходимо отменять занятия. Это более 20%. Мы переживаем о прохождении учебного материала, и все учителя дистанционно, у нас сейчас позволяют наши цифровые средства, дистанционно с помощью электронного журнала, электронного дневника, главные темы мы обязательно пройдем. Занятия отменены с 1 по 11 класс, но дети без учебных заданий не останутся. Они будут получать их через систему сетевой город и заниматься с учителями в дистанционном режиме. Медики, в свою очередь, тоже рекомендуют заниматься профилактическими мерами защиты, закаливанием, своевременной вакцинацией и простым проветриванием помещений. Все это работает. Уже сейчас в Ульяновской области зарегистрировано более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Пока карантин введен до 10 февраля. Плюсом в детских садах, в вузах и СУЗах усилят противоэпидемические мероприятия. Это, конечно, дезинфекция, это проветривание, это бактерицидные лампы, которые есть в каждой образовательной организации и та необходимая работа, которую считает нужным привести каждой образовательной организации для того, чтобы вирус не распространялся. Показатель заболеваемости в области выше недельного эпид-порога для этого периода на 16%. У детей в возрасте от 7 до 14 лет на 13, от 15 и старше почти на 5. При снижении этого уровня занятия восстанавливаются и так ожидаемые школьниками и нелюбимые их родителями и учителями каникулы прекращаются. Вперед к знаниям. Развивать индустрию задача, которую огласил президент в своем послании. Добиться максимального развития в этой сфере считается невозможным без благоприятной среды для предпринимательства. Именно поэтому первое, что предложили бизнесмены законодательному собранию региональному правительству снизить количество налогообложений и в том числе не взимать налог на имущество от кадастровой стоимости от помещения меньше 500 квадратных метров. Сегодня в Ульяновске освобождены от налога только те предприниматели, чьи помещения меньше 150. В прошлом году выросли социальные взносы на малый бизнес существенным образом. Налог на добавочную стоимость вырос МДС прилично. Но люди справедливо задают вопрос должны быть какие-то послабления по фискальной нагрузке по другим налогам. Оценщики добавили ложку дегтя в бочку меда. Квалификационные экзамены по их специальности напоминают с недавнего времени тестирование космонавтов. Многие вопросы лежат вне рабочей плоскости. Потому оценщики вышли с предложением пересмотреть наполнение экзамена или вовсе его отменить. Было бы гораздо более целесообразно, чтобы человек не сдавал вот этот, не зубрил эти вещи, не сдавал один и тот же фактический экзамен каждые три года. А, например, вести ежегодное повышение квалификации, чтобы он развивался, рос и, так скажем, двигался в своей профессии. Помимо проблем в профессиональных сферах предприниматели обсудили и демографический вопрос. Выплаты за детей стимулируют бизнес, а львиная доля маткапитала уходит на приобретение жилья. Этот рынок показывает стабильный рост. Когда потребности удовлетворены, просыпается желание реализовать себя. И почему бы не в бизнесе? Мы знаем пирамиду Маслоу и в любом случае базовые потребности должны быть закрыты. Вот когда эти базовые потребности закрыты у большего количества людей, мы большее количество людей сможем подтягивать к нам в ряды предпринимателей, чтобы они шли не трудоустраиваться, а сами обеспечивали себе заработок, а то и создавали другие рабочие места. Встречаться чаще, общаться ближе, слышать четче. Год молодых наложил свой отпечаток на работу в том числе и органов власти. Надо добавить слово молодым. Поэтому делаю так, что это тоже будет нашим своим поручением, чтобы по-любому совещанию, которое мы проводим, мы проводим и делать неконечное совещание, обсуждение, встреч, чтобы обязательно выступали молодыми. Подготовленные молодые специалисты сегодня залог успешной работы завтра. Губернатор предложил ввести в министерствах должность замминистра по работе с персоналом. Функционал простой. Поиск, отбор лучших кадров, использование и комбинация образовательных программ. Такой подход может выписать путевку в жизнь многим, действительно профессиональным молодым людям, которые готовы браться за самые амбициозные проекты. В каждом отраслевом министерстве теперь у нас будет один сетевой флагманский проект. То есть мы будем приходить к тому, чтобы это было у каждого. Например, сейчас мы понимаем, что у нас есть финансовая грамотность в министерстве финансов, педагогическая проба в министерстве образования и делаем так, чтобы это было везде. Молодые специалисты должны чувствовать свою значимость, понимать свою силу и принимать активное участие не только в жизни своих предприятий, но и отрасли в целом. В помощь запланированы на 2020-й молодежные отраслевые слеты. И главное, в год молодых все инициативы могут обрести реальные формы. Наша проектная команда года молодых она параллельная усиление этого года, что помимо существующего министерства молодежного, молодежного правительства, взрослого правительства, есть еще наше. Мы такие немножко вне системы и поэтому можем себе позволить немножко какие-то интересные нестандартные приемы в этом году. Так, Дня молодежи в привычном формате в этом году не дождемся. Вместо традиционного праздника Ульяновск ждет Ночь молодых. А еще в июле пройдет тысячный молодежный форум, призванный объединить на своих площадках ульяновскую молодежь, научить ее жить вместе, учиться вместе и строить совместные планы. Информации о собственнике земельного участка нет, значит снять с учета. Именно такую логику имеют события 2019 года. Буквально год назад с кадастрового учета сняли 14 тысяч земельных участков так называемого раннего учета. Сразу началась рассылка более 30 тысяч запросов о наличии правосстанавливающих документов потенциальным собственникам. Кто-то успел откликнуться, а кто-то так и не оформил свою собственность. Земля, которая тогда не нашла своего владельца, сегодня принадлежит государству. Однако потенциальные собственники этих участков все еще могут претендовать на свои земли, но только при наличии особых прав, ранее возникших. Это права на земельные участки, полученные до 2008 года. Например, право на собственность, право пожизненного и право постоянного бессрочного пользования. Если право возникло ранее, просто не имеется сведений в государственном реестре недвижимости или в процессе этой работы мы получили информацию от органов местного управления, что права обладателя у этого земельного участка нет, то это можно сделать в любой период времени. 14 тысяч цифра большая, а потому кадастровая палата рекомендует владельцам участков проверить, учтена ли их собственно в земельном реестре. В противном случае пишите заявление о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. К этому заявлению необходимо приложить праводостоверяющий документ и заявление на регистрацию права. Максим Бажанов, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Год 1972-й. Не зима, как сейчас, напротив, жаркое лето. По Волге движется теплоход. Человек, находящийся в нем, с интересом вглядывается в Волжский косогор. Но времени нет на то, чтобы выйти и оглядеться. Нет. Теплоход идет дальше. И только спустя 48 лет мужчина вновь оказывается в нашем городе и в дату магическую. 2-е, 02-е, 2020-го. Пермскому поэту Анатолию Гребневу ближе магия слова. Рифмоплёстом баловался с детства, но перешел в профессиональную лигу. Заочно закончил столичный литературный институт. Это, впрочем, образование второе, первое, куда практичнее. Медицина это моя жена, а литература любовница. Ну вот, по сути, дело так вот и есть. Потому что я независим от редактора, от его произвола, мало ли я. Я пишу, и всю жизнь я считаю, что писал, то, что у меня сильно на душе, как паха, вспахав десетину, ничего, ни ног, ни рук, распавился потевшую спину, закончив работу. Хирург и терапевт, стоматолог и психиатр полвека насыщенной медицинской практики делают поэтическую отдушину максимально достоверной. Знание человека, его анатомических и душевных извилин, та самая глубина, постичь которую дано лишь избранным. Писать прозу и стихи одновременно невозможно. Надо определенная перестройка души. Даже души и даже организма. Там же нужно сидеть. Я с которым я не могу в трамвае или где-то в автобусе. Вот первосточка появилась или там страфа. Я знаю, что это вот настоящее, что я это с которыми я допишу. А проза там надо сидеть и сидеть, сидеть, то есть иметь каменное основание. В Ульяновске поэт остановился у сокурсника Политинституту, известного литератора Николая Полотнянко. Встреча после долгой разлуки, хотя творческая нить не прерывалась. Полотнянко отправляет опусы в Пермь, тогда как Гребнев печатается в местных журналах. Кульминация сотрудничества премия Благова, третья межрегиональная поэтическая. Анатолий Григорьевич в числе лауреатов отмечен в номинации Волжская пристань. Созборник прихвы в стихотворении БМ сильнее и жизни и смерти. Вот, вот, вот это мне нравится. Человек написал в 99-м году. В это время, значит, ему уже 40, сейчас сколько тебе лет? 59 лет. 59 лет. Считает. Я с порога в объятия бросаюсь, дверь на ключ, мы вдвоем, я и ты. И возродить нам хватит силы, соединившись на краю из разросеянной России, Россию кровную свою. Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтаяров, Бахтияр Салтанов, репортер 73. ЗДРАВУР, НЕ СУШКА, Куры яйцами завалили. Будь подвижным, энергичным. С гелем-активист. Двигайся легко, свободно. С гелем-активист. С гелем-активист в активную жизнь. Глаза покраснели. Инфекция, зуд, капли офтальмоферон на помощь придут. Замерзли и прогноз погоды не радует. Есть способ согреться. Спешите к мастерам меха. На шубной ярмарке от элитных фабрик Пятигорска вас обогреют современные модели из нежного каракуля, уютного мутона, роскошной норки. Каждой даме любой комплекции, облегченный мех и идеальная посадка обеспечат комфорт. Ежегодное обновление коллекции, ассортимент мехов и фасонов пятигорских шуб известен далеко за пределами России. Спешите за теплом. Натуральный мех доступен по сезонным скидкам. Шубная ярмарка работает до 9 февраля. Новый город. Торговый центр «Велес». Второй этаж. С 9 до 19.00. Современная косметология в С-класс клиник. Фотоэпиляция, увеличение губ, удаление родинок и бородавок, лазерное удаление пострадовых растяжек, шрамов и рубцов, инъекции красоты, маски, пилинги, процедуры по уходу за лицом и телом. Консультации врача-косметолога бесплатно. 44 69 69. С-класс клиник. Работаем ежедневно, без выходных. Телефон 44 69 69. Партнер прогноза погоды – многопрофильный медицинский центр «С-класс клиник». По данным сайта «Гесметио», 5 февраля в Ульяновске пасмурно. Возможен снег. Температура воздуха по области ночью – минус 4,8. Днем – от минус 2 до минус 6. В городе температура воздуха ночью – минус 3, минус 7. Днем – от минус 3 до минус 5 градусов. Ветер юго-западный – 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 737 миллиметров ратунного столба. Современная косметология ВС-класс клиник. Фотоэпиляция, увеличение губ, удаление родинок и бородавок, лазерное удаление пострадовых растяжек, шрамов и рубцов, инъекции красоты, маски, пилинги, процедуры по уходу за лицом и телом. Консультации врача-косметолога бесплатно в 44-69-69. С-класс клиник. Работаем ежедневно, без выходных. Телефон 44-69-69. 2020 объявлен в Ульяновской области годом молодых. Главная цель – создать в регионе особую, комфортную и доброжелательную к молодежи среду. Так, продолжится реализация регионального проекта о первом рабочем месте. В этом году планируется, что примут участие в ней 150 выпускников. Проект предусматривает дополнительные меры поддержки работодателей и трудоустроивших выпускников без опыта работы. В реализации проекта в прошлом году приняли участие 4 крупных региональных предприятия. Время передать слово нашим юным коллегам. В эфире «Новостята». Время передать слово «Августына А». Время передать слово «Августына А». Вообще-то я знаю! В августе на «Авиастаре» прошел традиционный день открытых дверей. На завод можно было попасть, только показав паспорт. Гостям показали легендарные самолеты Анг-124 «Руслан». И «Магенус». Ай, смотри, не могу. И пассажирский ТУ-204. Также модернизированный тяжелый транспортник. Ил-75МД-90... Ил-76МД-90А для военных. В августе на Соборной площади состоялся благотворительный ночной велофест. В программе «Велокопест», «Форт Паярд» и «Велопрогулка» по ночному Ульяновску. В программе «Велокопест», «Форт Боярд» и «Велопрогулка» по ночному Ульяновску под живые звуки исполнения группы «Трио Рио». Малышей ждали соревнования и развлечения на детских площадках. В этом году прошел в Велопест добавил... Велопест, сказала. В этом году прошел в Велопест поддержку 4-летнему Тимуру Мударисову, которому нужна операция. В Велопесте... Можете повторить? Что ты говоришь? В Велопесте приняли участие более 300 человек. В полной добровольцев было собрано 800 тысяч рублей. В августе в Ульяновске были съемки нового фильма. Он снят в нашем городе для телеканала ТВЦ. Он был полностью снят в нашем городе для телеканала ТВЦ. Двухсерийный кинофильм получил название «Правда». Это не первые съемки в нашем городе для телеканала. Это не первые съемки в нашем городе для телеканала. В прошлом году снимали 4-серийный фильм на 1-2 ложки. В прошлом году здесь снимали фильм из 4-х серий «Одна ложь на двоих». Также по заказу ТВЦ работа велась над фильмом «Выстрел в спину». Фестиваль «Цветочный джем» прошел в Москве уже в третий раз. Это международный конкурс ландшафтного дизайна. В этом году он охватил 6 округов столицы, развернув представление на 58 площадках. Театральный фестиваль «Россия. Золотая маска» представил 24 постановки из разных городов. Выступление наших артистов состоялось в рамках гастрольного тура. Ульяновский театр «Кукол» выступил на фестивале с двумя спектаклями для детей младшего возраста. Мама и я. И сюрприз. Редактор субтитров А.Семкин Доброе утро! И мы продолжаем. Володя, вот по себе знаю, поделюсь личным опытом, что когда молодая мама оказывается в декрете, то ей очень хочется заняться каким-нибудь делом. Ну вот скучно ей с малышом. А молодому пасет. Молодой папа зарабатывает деньги в этот момент, ходит на работу после бессонных ночей. И вот мамы увлекаются чем-то, а потом из этого чего-то может вырасти целый бизнес. И как сделать из этого бизнес у нас в регионе? Есть люди, которые подсказывают, направляют и обучают. И сегодня у нас в гостях Елена Владимировна Гусева, руководитель Центра инноваций и социальной сферы Ульяновской области. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Доброе утро. Ну, что? Так, начинай. Все мне на себя одеяло тянуть. В чем секрет бодрого, позитивного и веселого утра? Нужно выспаться. И нужно быть открытым новому дню. Нужно быть довольным, что он есть, что он настал. И не терять времени, как можно продуктивнее его провести. Я вот думаю, что сегодняшний день будет продуктивным. Хотя бы потому, что я пришла к вам сюда. Спасибо, Елена. Ну вот расскажите, начинали. Вы ведь начинали работать с мамами, которые горели своим делом и своего хобби. Сделали бизнес. И таких мам примеров много. Да, да. Мы еще в 2016 году запустили региональный образовательный проект «Бизнес-мама». А потом в Ульянск пришел федеральный образовательный проект, который называется «Мама-предприниматель». И мы провели уже семь потоков. Семь потоков, да. Это уже больше двухсот женщин. Конечно, не каждая из них стала предпринимательницей. Но у нас такие очень хорошие, опять же, позитивные итоги. Но ведь это не означает, что, вот как вы сказали, женщина в любом случае станет предпринимателем. В крайнем случае она же получит определенный багаж знаний и навыков, которые потом может применять на практике. Она получит определенный багаж знаний и навыков. Она получит новые знакомства, в том числе в предпринимательской среде, да, что очень важно. Потому что есть такие примеры очень хорошие, которые заряжают, которые заражают. И, да, она получит... У нас хэштег такой есть. Возможно, все. Да, то есть она поймет, что она сможет, что она сможет, если она этого захочет, если она примет такое решение. А решение может быть принято через год, через два. У нас есть примеры, когда участницы самой первой мамы предпринимателя только вот недавно официально зарегистрировались и стали предпринимательницами. Все это время они думали, созревали, советовались, какие-то свои процессы деловые налаживали. И вот такой вот итог. А как проходит это обучение? Это длительное, это растянутое, это дорогостоящее или абсолютно безвозмездное? Для женщин это бесплатно. Это интенсив пятидневный. То есть женщина должна быть готова отпроситься... На неделю. На неделю у супруга, да, решить вопросы с детками и пять дней с утра до вечера прям погрузиться. Это нелегко. Это нелегко, потому что из декрета, да, где совершенно другая обстановка, где больше бытового, да, такого жизненного, слышать слова «точка безубыточности», «горизонты расчета», понимаете? И это нелегко, но наши девчонки, вот они молодцы. Да, то есть, ну, мы, конечно, с ними работаем. Говорим, что это нужно, девочки. Это нужно прежде всего вам. И пятый день — это день презентации. То есть это идея... Вот человек приходит просто с идеей. Вижу варежки. Ну, образно выражаясь. И в пятый день экспертная комиссия видит уже презентацию на экране, как я вяжу эти варежки, сколько их себестоимость, куда я их дену, какие каналы продвижения и продаж и цифры. То есть это такой, получается, лайтовый бизнес-план. Но над которым еще потом надо работать. Конечно, его нужно дорабатывать, докручивать, но это за дел. Когда я говорю, что я просто вяжу варежки, я просто вяжу варежки. Когда я их вяжу, чтобы их продавать и понимать, во сколько мне обходится эта пара варежек и сколько я на ней могу заработать, это уже о бизнесе. Здорово, здорово. Но сейчас мамочек вы аккуратно передали, ну, вы ими тоже продолжаете заниматься, но уже не так активно. Активно, активно. А, так же активно. Я являюсь одним из координаторов проекта «Мама-предприниматель» на территории Ульяновской области. А пока не ушли от этой темы далеко, следующий интенсив когда будет? В мае. В мае. Что для этого надо, чтобы прийти? Что должны мамы? Как заявить о себе? Будет, соответственно, будет везде много анонсов, информации, достаточно будет заполнить регистрационную форму, она очень простая, либо позвонить по телефону и заявить о своем желании участвовать в этом проекте. Бывает так. Это для меня лично, для нас каждый раз это такая достаточно тяжелая ситуация, когда заявок 100, а в группе 35 человек максимально может быть. И нам приходится по критериям, по каким-то, да, отсеивать. Народ, это нелегко. Мне хочется взять всех. Но группа максимально может быть 35 человек. Основное условие – это наличие бизнес-идей. Идеи для бизнеса, либо какого-то хобби, которое хочется монетизировать. Потому что просто так сидеть пять дней, слушать – это история не об этом. И это совместный труд. И нужна идея, которую женщина просчитывает, либо отказывается от нее, что тоже является результатом. Человек понял, что это не имеет перспективы, либо вообще это проект такой – это жизнь. У нас бывает, что девчонки в четвертый день меняют идею. У нас даже поговорка такая – у тебя вся ночь впереди. То есть они начинают звонить и говорить, Лена, можно я вот завтра с другой идеей? Да, можно, конечно. Это твоя жизнь, твой бизнес. Но у тебя должна быть презентация, у тебя должны быть расчеты. А что мне делать? Ночь впереди. Дети помогут, если это уже, допустим, подростки, которые лучше нас уже, да, в компьютере, в каких-то программах. То есть это вот так. Это вот так. Ну, это интересно. Это удивительный проект. Я могу об этом говорить до утра, потому что женщины, имеющие детей, с которых никто не снимает домашних обязанностей, да, вот, они еще и здесь успевают. Вот, так скажем, вот эти ваши ученицы, они рассказывают, там, мужья помогают, мужья поддерживают, потому что, ну, наверное, такой немаловажный аспект, когда в семье поддерживают. Они относятся к тому, что ты там опять придумала. Ну, сам факт участия женщины вот в пятидневном проекте, он уже, как бы, да, семья проявляет добрую волю, помогает с детками, отпускает на пять дней с утра до вечера. Причем девчонки приходят в занятии вот с такой головой, да, то есть... Точно уже не до домашних дел. Они перегружены, они перегружены информацией, им нужно все это в голове раскладывать по полочкам. Конечно, поддержка семьи и мужа, это очень важно. Ну, бывает такое, что мужчины так к этому относятся. Ну, баловство, ладно, давай, развлекись, да, сходи. Вот, а бывают такие моменты, когда, ну, вот, допустим, победительница пятой мамы, Алены Петраускас, она как раз начала вязать, находясь в декрете со вторым ребенком. И, ну, вот, такая история, вяжет, причем она организовала процесс, привлекла надомников. Такая она вот девушка бизнесовая. Муж пришел вечером домой, она сидит, вяжет. Он ей говорит, ну, ты еще вязальную машинку купи. Такая, о! То есть, да, он ее поддержал, он ее поддержал. Класс. Да, и сейчас у нее авторское ателье Алена Петраускас, она вяжет вещи руками на машинке, и она организовала производственный процесс, она привлекла других людей, сотрудников. Вот так вот, не только вяжут бабушки, и, наверное, муж теперь-то точно гордится. Вот здорово. Бабушки, это вообще такой резерв. Бабушки, это, у меня же еще проект «Серебряный бизнес» есть. Так. Там у нас учились люди возраста 50 плюс. Там были у нас и женщины, и мужчины, но, конечно, больше женщин. Мы более активны, да, нас проще из дома вытащить нас. Вот. И, ну, тут сила в формировании, знаете, вот предпринимательского и околопредпринимательского сообщества. Потому что люди обмениваются идеями, люди находят друг друга, создают какие-то союзы такие, предпринимательские коллаборации, если это, допустим, фэшн-бизнес какой-то такой творческий. И представители «Серебряного бизнеса», они, как сказать, тоже вот, у них такие идеи, например, сайт по подбору попутчиков для путешествий. Ух ты, здорово. Это пожилой человек вот это делает, понимаете? Это делает пожилой человек. Это его идея, это его сайт, и он идет по этому пути. Поэтому тут нужно просто работать, не останавливаться. Мамы, бабушки и дедушки, и все подряд. Ну, а вот такой сайт по подбору, так скажем, сопутешественников, это же, опять-таки, момент такой социализации взрослого человека. Конечно. То есть это уже, можно сказать, социальный проект? Да. Социальный, да, социальный. А это уже, получается, другой уровень? Вот я о чем и говорю. Когда ты работаешь с людьми, и когда ты действительно этого хочешь, когда тебе это нравится, когда ты в теме, вот я вижу просто космические вещи каждый день. Я их наблюдаю каждый день. Это все в Ульяновске. А вот серебряный бизнес проект действующий, то есть сейчас продолжается? Мы запустили его в 2019 году, и мы будем продолжать в 2020. Очень-очень скоро я тоже буду анонсировать новый набор. То есть нам вот это все нужно развести по времени, да, потому что и я задействована, и тренеры задействованы. И таким образом у нас, ну вот, у нас очень много в корпорации развития промышленности предпринимательства, и в «Опоре» очень много проектов, которые охватывают, ну если так вот таким формальным языком выражаться, которые охватывают все возрастные группы. Лига школьного предпринимательства, Лига студенческого предпринимательства, наши ребята опоровские тоже делают. И вот те проекты, которые курирую я, это «Серебряный бизнес», «Академия женского бизнеса» и «Мама предприниматель». Про «Академию женского бизнеса» хочу сказать, и это уникальный проект, мы его запустили в 2019 году, и этот проект, наряду с «Серебряным бизнесом» и «Пара предпринимательства» — это больше, чем спорт. Это проект тоже «Опоры России» делает Анвер Бельхеев, и там люди с особыми потребностями. Люди особые, да? Они тоже предприниматели. Так вот, значит, три наших проекта одобрены Министерством экономического развития Российской Федерации и рекомендованы к тиражированию по стране. А проект «Академия женского бизнеса» — это 22 муниципалитета. Мы в прошлом году объехали 22 муниципалитета. В некоторых мы жили. Те отдаленные районы, допустим, Павловский, Николаевский, Старокулаткинский, чтобы туда-сюда не ездить, время на дорогу не тратить. И это женский бизнес в районах нашей области. Им еще тяжелее, чем городским женщинам, потому что там совершенно другая картина сбыта, там совершенно другая картина продвижения. Если мы говорим о розничных магазинах, то это конкуренция с сетями, которая в большинстве случаев проигрывается, да? И нужно что-то все время придумывать, нужно как-то все время выкручиваться. И мы с февраля снова стартуем с проектом «Академия женского бизнеса» по муниципалитетам Ульяновской области. Ну что ж, вам пожелаем только успехов во всех начинаниях. Я напомню, сегодня в гостях была Елена Владимировна Гусева, руководитель Центра инноваций социальной сферы Ульяновской области. Спасибо за интересную беседу. А мы продолжаем. И по традиции в финале программы расскажем о том, чем уникален сегодняшний день. 5 февраля, среда, День единства в Бурунди, День Рунеберга, отметят Финляндии, и День освобождения от оккупации в Сан-Марина. А еще сегодня День эрудита и Всемирный день нутеллы. Ой, нутеллы, это вкусно. Ну как, я не сомневаюсь. А чудесную атмосферу в студии нам помогает создать партнер программы «Салон, цветы и штучки». Этим утром вас заряжали позитивными эмоциями, Екатерина Терещенкова. И Владимир Гаврилов. Встретимся завтра в это же время на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Есть что-то интересное, чем вы хотите поделиться? Звоните в редакцию по телефону 30 50 73. Ищите нас в интернете по адресу www.reporter73.tv. Пока! Удивительные знакомства в проекте «Работа». Еженедельно мы находим героев с уникальными историями в профессии и судьбе. Каждую пятницу на «Репортер 73». Теперь еще и на «ОТР». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин